Увидеть национальную сборную Беларуси по хоккею, к тому же в матче со звездной Швейцарией, собралась полная арена. Не избалованный хоккеем такого уровня, молодеченский зритель быстро скупил билеты, потратив на вход от 40 до 80 тысяч. Беларусь вперед! Швейцарцы также готовятся к чемпионату мира и привезли в Беларусь состав, близкий к оптимальному. В их числе представители национальной хоккейной лиги Свен Андриетта из Монреаля, Яник Вебер из Ванкувера, а также ветеран сборной Швейцарии, серебряный призер чемпионата мира 2013, нападающий Андерсом Бюль. В поединке с такими хоккеистами большого количества заброшенных шайб никто не ожидал, но опасных моментов было предостаточно. Правда, в первом периоде ни один из них команды так и не реализовали. Мы стараемся играть без ошибок, как можно проще в своей зоне и стараемся все быстро переводить в зону соперника. Сразу после перерыва на 25-й секунде второго периода защитник юности Роман Дюков открыл счет. Цель достиг бросок от синей линии. Позже он станет лучшим игроком встречи. Эта шайба стала единственной для нашей сборной, но не последней в матче. В третьем периоде Денис Холленштайн изящным броском отправил шайбу в ворота Дмитрия Мельчакова. Кстати, на этот матч был заявлен Кевин Лаланд, но прямо перед выходом на лед наш голкипер порезал руку и не смог играть. После гола швейцарцы продолжили атаковать, но не смогли реализовать два большинства. И встреча перешла в овертайм. Решающую шайбу гости забросили за 4 секунды до финальной сирены. 2-1 победа сборной Швейцарии. В конце, да, обидная шайба. Полностью закрыт обзор. Дев Мельчаков не увидел шайбу, но молодец всю игру старался. Тащил нас. Если бы не он, было бы хуже намного. Мы играем, да, лучше и лучше. Сегодня соперник был, я считаю, сильнее, чем предыдущие два. Поэтому мы с ними, в принципе, играли хорошо. Я считаю, что даже где-то в каких-то моментах переигрывали. Менее час остается до начала второго матча между белорусами и швейцарцами. Встреча пройдет на Минск-арене. Начало в 17.00. Перед стартом чемпионата мира наша команда проведет еще два выездных спарринга 29 и 30 апреля против сборной Германии. Мировой форум для белорусов начнется 6 мая матчем против команды Финляндии. Также в группе «Б» сыграют хоккеисты из Канады, США, Словакии, Франции, Германии и Венгрии. Сергей Соболь, Юрий Илбовников. Новости спорта. ОНТ.